Второго года Америку потрясло сенсационное известие. Самая популярная актриса страны, Мэрилин Монро, найдена в своем особняке мертвой. Официальная причина смерти — непреднамеренное самоубийство в результате передозировки успокоительным. Но тут же возникает и другое предположение — Монро могли убить. И вот теперь эта версия, похоже, получила убедительные доказательства. Бывший офицер ЦРУ, 78-летний Норман Ходжес, заявил, что лично ввел актрисе смертельную инъекцию. Признание экс-агент сделал в палате для умирающих небольшого госпиталя в штате Вирджиния. Интернет-издание World News Daily Report сообщает, Ходжес действовал по приказу правительства США. Стоял во главе группы профессионалов, которые делали так, чтобы смерть выглядела как несчастный случай. Он был частью оперативной ячейки с пяти членов, которая проводила убийства по всей стране. Большинство их жертв были политическими активистами, журналистами и профсоюзными лидерами, чьи идеи представляли собой угрозу для интересов Соединенных Штатов. Бывший агент поясняет, актриса могла передать стратегическую информацию политическим врагам США, а этого нельзя было допустить. Я убил Мэрилин Монро, поскольку у нас появились данные о ее интимных связях не только с Кеннеди, но и с Фиделем Кастро. Когда у нас появилась эта информация, мой начальник Джимми Хейвард заявил, что Монро должна умереть таким способом, чтобы это было похоже на наркотическую передозировку или суицид. До этого я никогда не убивал женщин, но я выполнил приказ. Журналисты и биографы не раз пытались раскрыть правду гибели голливудской звезды. Среди самых популярных версий — наркотики, самоубийства и даже происки мафии. Известно, что за день до своей смерти Монро встречалась с одним из своих знаменитых экс-любовников — Фрэнком Синатрой, которого не раз замечали в обществе одного из главарей американской мафии — Сэма Джанканы, что и породило слухи о возможной причастности кинозвезды к организованной преступности. Это поздравление для президента США запомнилось по многим причинам. Во-первых, выступление стало одним из последних в жизни Монро. Во-вторых, манера исполнения, казалось, подтверждала у актрисы роман с главой государства. Отношения Монро и Джона Кеннеди начались во время новогоднего ужина в 62-м. Президент попросил у нее номер телефона, а на следующий день пригласил поехать с ним в Калифорнию. Но уже в мае, сразу после знаменательной вечеринки по случаю дня рождения Кеннеди, любовники расстались. Правда, Монро мириться с разрывом не желала. Писала главе государства письма, досаждала телефонными звонками и угрожала разоблачениями в прессе. Спасти политическую карьеру президента вызвался его младший брат Роберт. Он должен был утешить брошенную любовницу, но сам упал в ее объятия. Эта связь развивалась стремительно, но также закончилась ничем. Есть немало свидетельств того, что 4 августа Роберт Кеннеди приехал к Монро, чтобы окончательно выяснить отношения. Между ними разгорелась ссора. Монро пообещала созвать пресс-конференцию и рассказать всему миру, как с ней обошлись братья Кеннеди. И вот теперь сотрудник ЦРУ подтверждает, именно связь с Кеннеди стала причиной смерти звезды. Правоохранители США никак не комментируют информацию о заказном убийстве Мэрилин Монро. Но известно, что ФБР проводит собственное расследование. Екатерина Максимова, Алиса Комарицына, LifeNews.